Роман, день добрый. Да, приветствую тебя, Андрей. Слышно тебя на этот раз хорошо и видно хорошо, сейчас стало внезапно. Замечательно. Да, это люди, которые любят смотреть в глаза Гринспену, как часто он моргает, им очень важно смотреть, спикер врет или нет. В Штатах такая профессия фет-вотчера есть, они как раз следят за комментариями, сопоставляют стейтменты. Это действительно такая профессия есть, которые следят детально за действиями Центробанков и за их риторикой. Да, вот я хотел спросить тебя, с чего начается вложение в облигации тем людям, которые вот эту тему интересуют, совсем начинающим? Ну, тут вопрос, в принципе, достаточно простой. Началось с покупки облигаций федерального займа, так называемого ОФЗ. В основном классики, потому что ОФЗ делится на три вида. Самая крупная часть облигаций федерального займа – это классические бумаги, где фиксированный купонный доход. То есть там понятно, в принципе, какой доход вы будете получать. Есть так называемые флоутеры, где купонный доход привязан к руоне. Там есть старые флоутеры, есть новые флоутеры, но не суть важна. Там плавающая ставка. Есть линкеры, менее ликвидные. Ну, самые ликвидные – это, конечно, классика. Линкеры, они с неким лагом привязаны к инфляции, которые дает Росстат. Вот такие. То есть классика. Флоутеры к денежному рынку больше. Там пересчет купона ежедневный идет, но выплата полугодовая. Пересчет средний берется ежедневное отставкирование. И с неким лагом линкеры, где вот именно к инфляции, которую публикует Росстат. Но, естественно, вложение в эти бумаги, потому что начинающему инвестору важно понять вообще механизмы инвестирования, что такое ценные бумаги именно в облигации. То есть у нас есть долговые ценные бумаги, долевые – это акции. Вот именно в части долговых ценных бумаг. Потом уже, когда человек как-то проникается в этот рынок, начинает что-то инвестировать, можно уже смотреть более другую часть долгового рынка, это корпоративные ценные бумаги. Первый шелон, второго – разбираться, что такое бумаги с амортизированной выплатой, что такое суборды, чем суборды отличаются от обычных ценных бумаг. И что такое вот последний кейс Роснатлана, многие до этого не сталкивались, но он как раз осветил такую проблему, что в рамках имитента часть выпусков облигаций может быть обычным, так мы называем, а часть – те облигации, за которые коммитится Минфин. То есть те облигации, где выплата тела и купона, она подтверждается со стороны Минфина, то есть Минфин несет ответственность за эту выплату. И это в проспекте имитации написано. То есть нюансов тоже много, но первоначально, конечно, это инвестированные, самые надежные ценные бумаги, которые у нас в российской юрисдикции есть, это бумаги федерального займа облигаций. Вот мой короткий ответ на этот вопрос. Сейчас многие инвестиционные компании дают возможность покупать активы, виртуальный пакет. Начать инвестировать лучше на бумажки, в клеточку записывать, либо виртуально, либо какие-то реальные деньги вкладывать? Ну смотри, мой подход такой, что да, конечно, можно начать инвестировать виртуально, но это не то, потому что, когда вы именно рискуете своими деньгами, у вас все-таки появляется и должен появиться и страх, который все-таки это достаточно, как бы сказать, важный аспект в инвестировании, да, потому что инвестируя в какие-то виртуальные, вы не боитесь потерять деньги, у вас это чувство страха притупляется, да, чувство ответственности. Ну там упал рынок на 50%, но это же виртуальные деньги, это не мои, там ничего страшного. Когда буду инвестировать своим деньгами, я уже буду по-другому. Не будете по-другому, потому что все-таки нужно, хоть с небольшой суммы, но начинать именно инвестировать своим деньгами. Виртуально они дают просто, может, один-два дня понять, как механик вообще это работает, как там заключать заявки через квик, выставлять покупку-продажу, что такое стоп-лосс, допустим, ну, просто потренироваться, да, тренажер. Вы же не будете, как вот, допустим, автопилот, да, он вначале тренируется на каких-то модельных тренажерах, да, но потом постепенно начинает летать. Он всю жизнь даже не занимается, потому что чувство воздуха, и когда ты на земле крутишь роли, и вот в кабинке, и ты не рискуешь, собственно говоря, ничем, это две, как говорится, в Одессе большие разницы. Поэтому начинать пару дней можно, да, но все-таки изначально стоит акцентировать внимание на то, чтобы через два дня перейти на инвестирование именно реальными деньгами. Да, пусть это будут изначально небольшие суммы, но вы как инвестор, вы начнете уже понимать то, что вы можете получить и как прибыль, так и убыток, потому что чем отличается новичок от профессионал, да, это, в принципе, известная трейдерская поговорка, потому что новичок, он думает о прибыли, то есть приинвестировали, он сразу уже думает, сколько там иксов получу, да, процент. А профессионал об убытках, то есть для профессионалов все-таки в первом месте стоит, ну, по крайней мере, на первых двух местах стоит в том числе и ограничение убытков. Это важная часть такого же инвестиционного процесса. Ну и последний вопрос в рамках этого небольшого интервью, что новичкам почитать и хватает ли открытой информации? Ведь если ты открываешь терминал КВИК, допустим, там какая-то лента новостная подключена уже. Ну, если мы говорим про инвестирование в облигации или вообще про инвестирование? Есть два ресурса, в принципе, у них есть и платные, они платные, более расширенные версии. Конечно, новичков Bloomberg Reuters, он недоступен, но по бондам это Rusbonds и Bonds, да, вот таких два основных, где можно, во-первых, посмотреть, найти любую облигацию, посмотреть срок до погашения, посмотреть купон, посмотреть вообще структуру этой облигации, имитента, есть ли гаранты по этой облигации, вот как, допустим, гарант Минфин. Потому что, опять же, есть тонкости, что гарант может только по купонам быть, точнее, только по телу, но не гарантировать купон. Ну, тоже есть такие банды. И вот эти два ресурса, они в основном, да, в принципе, я не говорю, что там нужно, конечно, желательно и книги посмотреть и почитать, но для начала именно нужно с точки зрения практики понять, как вообще эта механика фондового рынка, как это работает. Для этого нужна, конечно, практика. Вот практика, можно открыть брокерский счет, можно посмотреть на этих сайтах информацию об имитенте, о выпусках, сколько вообще выпусках, разобраться, что такое есть дюрация, что такое аферта, тоже немаловажно показать, потому что помимо погашения у многих облигаций есть аферта, и аферты тоже есть, колл-путы, в основном у нас колл представлены, точнее, путы с путами аферты, вот, и в этом тоже как бы надо разобраться, посмотреть, ну, вот если так коротко. Спасибо большое, Роман. Роман.